В Ленинском городском округе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. На сегодняшний день в муниципалитете привито почти 4800 человек. И половина из них уже получила вторую дозу препарата. Желающих защититься от коронавирусной инфекции становится все больше. Но также есть и сомневающиеся. Население не информировано. И мы даем нужную информацию о прививках, как, где и когда это проводится, о осложнениях, о противопоказаниях. Мы всю необходимую информацию предоставляем, отвечаем на вопросы родителей и учителей школ. Заведующий взрослой поликлиника Видновской районной клинической больницы Марина Спиридонова провела видеоконференцию для сотрудников образовательных учреждений и родителей учащихся, в ходе которой рассказала о важности вакцинации и ответила на волнующие вопросы. Покажите, пожалуйста, а диабет в какой форме противопоказан? В принципе, диабет не противопоказан вообще. Только декомпенсация диабета, когда очень высокие сахара, кома диабетическая, естественно, в таком состоянии никто прививаться не будет. Но основное число у нас все-таки компенсированного сахарного диабета, и он как раз является фактором риска и в первую очередь должен был привить от ковида. Также Марина Спиридонова рассказала о реакции на прививку. Антитела у молодых вырабатываются сразу даже после первой вакцинации. И побочный эффект, я вот забыла вам немножечко рассказать, побочный эффект от вакцинации – это может быть боль в месте прививки, повышение температуры до субфибрильных цифр, ломота в теле, небольшие такие катаральные явления, но они, как правило, проходят в течение дня. В настоящее время на территории Ленинского городского округа работают несколько прививочных пунктов на базе поликлиник и амбулаторий, а также выездные мобильные бригады. Здесь, в поликлинике, в принципе, мы делаем вакцинацию по предварительной записи, но если приходят люди и вне расписания, мы не отказываем им, и между записавшимися их тоже принимаем. Дополнительный пункт вакцинации находится в кинотеатре «Искра», который работает ежедневно с 10 до 15, еще один – в торговом центре «Вегас». При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ.